вышли мы прогуляться у нас начался фестиваль яблок хотим пойти посмотреть что вообще есть утра и потом уже еще вечером все расходить тоже посмотреть что будет интересного может что-нибудь засниму вот так вот у нас украшена площадь то типа яблоки висят там вот стоят всякие сорта раскладываются еще здесь у нас получается уже ярмарка началась тут яблоки и сыры и там дальше еще по одной главной улице тоже все это разложено то что пойдем посмотрим но пока еще такие движения минимальные ведь он скорее всего будет больше и если все это очень красиво горит тоже будет интересно это посмотреть вот поближе выкладывать раскладывает видео показ какие сорта яблок выращиваются нашем районе и такого деревянная классная яблочко фестиваль конечно фестивалем там всякие движения это интересно ну как зайти не проведать наших старых друзей курочек которые тут живут он они на травку прибегают даже мы иногда им приносим корм который остается от нашу попугая приходим дети высыпают тоже прибегают раньше у нас павлин жил но павлина что же давно не видно наверное уже его не дом либо перевели либо уже нету носочки продают где пойдем посмотрим что вообще пока предлагают шатры разные всякая красота тут продается вывесили флаги снова испания стури музыка даже играет из колонок всякая долго не поснимаешь а вот типичная девочка в астрийской как одежде национальном костюме классно в общем прошли в сторону рынка это может больше будет продуктов а здесь тоже всякие продаются для малышей штуки всякие браслетики всякие подделочки ну мед продают конечно фрукты а вот тоже снова украшения в общем так пока мы все что ходим это уже видели пока ничего не делись особо интересного не нашли ну хотя вот прикольно выложили фрукты овощи сельхоз техника также всякие вот штуки видимо которые для синтро тут для сада там для ситро всем прикольно тоже это все что все в одну ярмарку не стиле показывает как работает машина по дорогам яблок да прикольно как демонстрирует технику слышь вот так вот все можно пособирать очень быстро земли до чего техника до шла как говорится по обратном порядке тоже собираешь достопримечательность бочка где все фоткаются а мы зашли вовнутрь тут посмотреть что тут выставлено что тут представлено конечно красиво это где вот у нас было три короля здание центрального рынка а здесь а здесь сидопад предлагают всякие разные которые делаются из яблок тоже интересно тут еще вот очередь там наливают в общем там у вас со стаканчиками люди стоят но мы решили в эту очередь остановиться то очень долго этого вот девочка вот мужчина форме тоже типичный вот вот такие картины это вот наш до заводик эльгейтера тоже наш всякие разные это очень большая там шарша рисуют очень-очень прикольно тоже очень красивый стенд с продукцией здесь вот видимо участки как подворье получается где выращивают яблоки вот разные разные и люди видимо и за него и там вот все это конечно большом количестве а вот видимо которое старое приспособление видимо такой раньше был пресс чтобы давить яблоки для сидра такой экспонат интересный и вот красивые красивейшие яблочки на цена но токар не трогать и не 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 все желающие могли их потрогать но в целом вот конечно очень много очень здорово все выглядит взяли календарик ну там на платье вот этой выставки а ксюша говорит что здесь написано вот получается на астурийском языке название поскольку ребенок у нас в этом году изъявил желание пойти изучать астурийский язык ну вот можете посмотреть чем отличается название и вообще язык от испанского в общем дженгуа они называют не ленгуа а дженгуа на астурийском так что вот такие вот уже замечаем особенности а вот обычный магазин обычная его витрина стаканчики разные виды синдра здесь вот все-таки наше вея веселоса держит звание столицы синдра и он активно поддерживает вышли мы еще раз его догнали шефстве такой в национальных костюмах а здесь еще и оркестр также если внимательно посмотреть видно что флажками вот всякими флажками и диплоточками машут разноцветными зелеными красными и синими приветствуют те кто вот подходит сюда не получать на главную площадь или пришли и яблоки толкнут видимо резали а под пресс вот это вот дальше конструкция а теперь они закрывают досками потому что туда закидывали яблоки вот теперь они закручивает вот там вот поставили типа посуды и беда я должна стекать весь этот сок там теперь начались станция но видно конечно не очень хорошо потому что людей много подойти очень сложно пробиться чтобы поближе поснимать все что там происходит ну в общем так и ходим пока туда-сюда вот утром сходили получается сейчас вечером услышали музыку хорошо жить практически в центре мы услышали музыку и решили пойти потому что понимали что скорее всего шесть там мысль на программу взяли но не постели решили быстро собраться пойти посмотреть в итоге да попали чуть на шествие посмотрели но где конечно очень много так джузо пробиваться особенно много всяких старичков вот поэтому мы так с краешку посмотрели одноклассникам и родителям помахали и как бы решили пойти еще домой заниматься делами и выйти еще раз вечером когда будет светло когда будет зажжено все эти иллюминации все будет красиво поэтому пойдем конечно еще раз потом вечером у нас не скучный выходной но тем прикольней потому что были все эти ограничения все это было конечно ну так сказать мало приятно когда тебя ограничивает в жизни а сейчас уже конечно да когда много людей праздники это конечно очень все здорово погодка нас как обычно радует а многие ходят футболки я пока чуть не рискуем потому что ветерочек не подувает но в целом конечно так тепло жарковато вот и радует очень радует погода что пойдем еще раз вечером прогуляемся в общем-то вы не переключайтесь подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео сейчас в логике выходят а ну если ниже ежедневно то протестра очередениях выкладок как бы ежедневно конечно наверное это не знаю пока у меня не удается но через день стараюсь стабильно поддерживать эту систему вот в общем то так что подписывайтесь подписывайтесь на инстаграм конечно же там в реальном времени я выкладываю фотографии видео с места событий поскольку как бы видео все равно я собираю материал я его там собираю кусочки чтобы смонтировать вывожу загружая обычно это несколько дней разгон или на следующий день вот но в инстаграме конечно все сразу поэтому подписывайтесь конечно же и на инстаграм и да теперь сходим к вечеру посмотрим как выглядит город ну что выбрались мы в центр вечерочком чтобы посмотреть что тут красивого мы ждали что загорятся эти лампочки и они загорелись очень конечно красиво все выглядит так посвечена площадь на улицу вышло очень много молодежи потому что как раз готовится дискотека будем мы ее слушать всем городом как минимум у нас точно будет слышно в квартире потому что это обычно достаточно громко и мы всегда слышим что если какая-то музыка какие-то движения то у нас это слышно вот такая вот надпись тоже очень красивая фестиваль дэйла мансана в еве сиос такая вот умина очень красивая тоже прям сейчас пройдем и покажу полную вид полный обзор на площадь вот такая вот красота получиться вот наш аюнтамент а вот она центральная площадь все очень красиво все подсвечено все готовится вечерним так сказать празднеством поэтому конечно очень здорово нужно конечно них не пойдем потому что будет поздновато но в целом конечно супер ну что на таких красивых видах уже можно и пообращаться надеюсь вам было интересно потому что нам было очень интересно наконец-таки более-менее сейчас уже можно проводить всякие мероприятия и это очень очень здорово это очень радует потому что жизнь так сказать возвращается к нам вот поэтому нам было очень интересно здесь вам тоже было интересно поэтому подписывайтесь на канал на instagram конечно же в инстаграме уже видео залиты в рилс там можно посмотреть они остаются не только в историях так что подписывайтесь там все есть конечно же на youtube я стараюсь выкладывать видео почаще надеюсь вам интересно и всем спасибо за просмотр всем пока 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 Продолжение следует...